В народе говорят, что посеешь, то и пожнешь. Однако качество урожая зависит не только от посеянных семян, но и от правильного ухода за ними, своевременной защиты от болезней и насекомых. В этом направлении работают сотрудники Чувашского филиала Российского сельскохозяйственного центра. Результаты работы за 9 месяцев этого года они подвели на совещание в Цивильске. 2023 год оказался непростым периодом не только для аграриев, но и для работников филиала Российского сельскохозяйственного центра в Чувашии. Ранняя весна вынудила начать посевные работы раньше, чем привыкли, а в летний период от засухи пострадали более 5000 гектаров сельскохозяйственных культур. Агрономам пришлось бороться с болезнями и насекомыми. Очень интересная профессия, да, потому что разный год, ну сколько вот работаю, и год на год не приходится, и все погодные условия диктуют, разные свои коррективы вносят. По ходам за посевами и по сборку урожая. В различных районах республики функционируют 14 отделений Чувашского филиала Российского сельскохозяйственного центра. В каждом из них работают эксперты, которые помогают сельхозпроизводителям. В филиале также проводят фитоэкспертизу по выявлению возбудителей болезней и различных семян дают советы по их обработке. Мы сейчас выполняем работы как осмотр посевов озимых культур. Сейчас у нас они были посеяны, по всходу мы провели мониторию посевов, да, состояние хорошее. Если сотрудники центра сельского хозяйства занимаются исследованиями, проверками и обработкой, способствуют сохранению и развитию различных культур, то сотрудники средств массовой информации доводят информацию до жителей республики. За достойную работу на совещании наградили наших коллег. Почетную грамоту и благодарственное письмо получили журналисты Национального радио Владимир Егоров и Ирина Лампасова, шеф-редактор Национального телевидения Алина Сусметова, старший редактор Юлия Адикова, операторы Николай Скворцов и Сергей Емельянов, режиссер монтажа Ирина Ильина и менеджер Алина Петрова. Сергей Кочинский, Юлия Адикова, Николай Скворцов, Национальное телевидение, Чуваши.